сегодня день убийства моего сына три года прошло с этого момента ну и как память я много людей пришло так что сегодня день памяти скажите как продвигается расследование касательно убийство вашего сына что сейчас известно уже какие данные касательно разбирательства там каких-то дел все с михальчиком адвокатом алексея мы закрыли потому что это совершенно бесполезно пишутся везде отказы аргументации никакой но никто этим делом конкретно не занимается все в общем замято и похоронено последняя версия властей скажите вот сейчас как они считают что это было и кто способствовал убийству у них что первое что последняя версия самоубийство не более того но так как тело со следами пыток мы видели видели все камера была залеплена это однозначное убийство и другой версии но не то что у меня не у меня не у адвоката не у всех здравомыслящих людей нет власти естественно это ну одним словом самоубийство кто-нибудь привлечен к ответственности за то что камера была закрыта или ну вот за там такой халатности то что недосмотрели потому что они обязаны все равно были следить что происходит в камере ну насколько мне известно максимум кто-то из обслуживающие персонала челябинской тюрьмы может получил какой-то выгул не более того никто не с должности не снят ну в общем не ничего не произошло и камера которая должна работать постоянно каждые полчаса должны входить проверять ничего этого сделано не было но никто за это ну не ответил и думаю не ответит сколько людей находилось камере и допрошены ли они какие показания не давали почему вдруг был избит ваш сын перед убийством он сидел в одиночной камере то ли трех то ли четырех местная была камера тюрьма переполненная вот ему выпала такая честь сидеть одному в трехместной камере значит перед убийством я так полагаю они то ли сломали камеру то ли стерли все видеозаписи ну и все остальное убийство причем сначала вскрыл вены артерию потом повесился вот у них такая интересная версия и как вы считаете кто причастен ли кто хотел вот смерти вашего сына ну в общем этого не знаю даже он однозначно потому что когда доделал ролик или ну пусть будет ролик был на кубе я не понимаю кто меня преследует то ли фэбосы то ли пидоров бунтовались в общем такой ролик у него был в общем однозначных версий не у меня не знакомых его ребята у нас нет хорошо если нету версии властей если версия может быть слухи или кто-то из знакомых его сообщал за что его реально убили нет такого абсолютно точно не было ну версии конспирологии можно чем угодно заниматься но давайте мы этого делать не будем то есть пока все в тумане вокруг вашего сына и его судьбы все в тумане до совершенно нет никогда я не буду думать что максим в тюрьме да где нельзя принести пронести там не лезвие не шнурок сумел и одновременно там и что-то с венами сделать и удавиться с помощью шнурка но нет конечно версия неправдоподобная но точно так же как я не верю в то что он когда-то это какой-то там убийство 20 лет назад совершил да у нас убийство до политковской который было закрывается через 15 лет 20 лет прошло с момента этого убийства но почему-то внезапно открывать проходит 20 лет и становится известно что оказывается он убил но очень много таких вещей в которые просто но как мне кажется верить просто невозможно я не верю думаете кому было выгодно у нас любая инициатива наказуемая то есть если люди они пляшут вокруг каких-то федеральных идей каких-то федеральных посылов они живут нормально да естественно существует если они пытаются сделать что-то свое что не совсем так скажем состыкуется и согласуется с системными ким-то принципами да при общей там принятыми вот то получается вот так надеемся на перемены